Должникам не будет покоя нигде, ни дома, ни на работе, ни даже на отдыхе. Судебные приставы в очередной раз вышли на охоту на неплательщиков всех мастей. На этот раз на парковке торгового центра обкатывают новое приложение – мобильный розыск. Чтобы узнать, заведено ли на владельца машины исполнительное производство, достаточно направить камеру смартфона на госномер. Мы подходим вот сейчас к машине Nissan, пробиваем его по номеру. Если у него долги, найти. Он нам выдает. У него штраф 1500 рублей в октябрьском розыске. На экране появляется сумма задолженности, данные владельца и контактный номер пристава. Еще несколько дополнительных кликов и можно узнать, за что у автолюбителя долг. У владельца этой иномарки проблема с ездой в нетрезвом виде. На нем штраф в 30000 рублей. Но мужчина, подошедший к авто, парирует. Машина не его, а штраф, соответственно, тоже. На этом автомобиле есть долг, 30 тысяч. Мы хотим посмотреть, у кого это и как. Тут действительно можно? Это не мой дом. А вы ее никак не купили? Я ее не купил. Я говорю, это служебный автомобиль. Я езжу на ней по работе. Под проверенностью, по поводу ездить, да? Никакой доверенности не нужно сейчас. И такие случаи нередки. Мы предупреждаем всех должников, владельцев автомобилей, всех-всех граждан, чтобы при случае, если вы приобрели автомобиль, обязательно ставьте его на учет, чтобы не попасть вот в такую ситуацию, как сегодня. Мужчина получает на руки повестку и обещает передать нарушителю. Ну и, конечно, оформить иномарку на себя. Если все-таки человек за рулем машины и ее владелец одно и то же лицо, приставы требуют погашения долга. Можно сразу же оплатить на месте данную задолженность или по приходу на прием к судебному приставу оплатить. А также судебный пристав вправе арестовать данный автомобиль, имущество, находящееся в автомобиле, если должник воспрепятствует к оплате данной задолженности. Рейды по парковкам, рассказывают приставы, очень продуктивны. Из сотен машин всегда найдется 5-10 должников. Водители в большинстве случаев не против проверок. Я считаю, что нужно, потому что очень многие у нас люди не платят налогов и остаются безнаказанными. Чтобы их как-то поймать, хотя бы можно на улице их встретить, потому что в квартирах не всегда неправильный адрес указывают и все остальное. Так что да, это нужно. Главная сложность подобных рейдов даже не в том, чтобы найти машину с долгами, а в том, чтобы дождаться ее владельца. Человек может гулять по торговому центру или работать в нем и ничего не подразумевать. Когда здесь на парковке его будут ждать судебные приставы. И ждать его они должны до конца. Могут час, могут несколько часов, а могут и весь день. Руководство большинства торговых центров приставам помогать не желает. Внутрь не пускают, акции проводить не разрешают. Даже тому, чтобы вызвать должников на парковку, по громкой связи противятся. Получается, приложение жизнь приставам облегчает, а несговорчивые предприниматели усложняют. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова